поменяли да да всем привет вот на солнце в глаза зато солнце на снег сегодня опять как всегда смотрим топовые мультики уже который раз вот и что у нас рассказать у нас короче у нас ничего нового у нас нету все еще так же самое дима на отдаленном обучению ну вот у нас много у нас театр все что делается в мультике все делается повторяет там если лев ударился за нас держится он тоже держится если он там падает он там падает не вкусает он тоже поразовала да я смотрите будет в рот залазить себе уже залез там нью-йорк когда они поют он тоже всем подбегает там и за шею меня обнимается нью-йорк это мы искали подарок короче у нас театр повторять весь мультик она так вот это да а у меня получается весь март меня учеба от меня отменилась потому что все надеялись что в апреле вернут всех на очное образование но по ходу скорее всего мы вернемся к образованию но не очень проводить учитывая на свежем воздухе не специально индивидуальные нет классовые мой класс может мне кажется что в школах там писали что можно какие-то проводить будет это смутно представляет ну урок-то физкультуры надо проводить дети не могут два года сидеть без физкультуры конечно вообще два года год еще только с годовщиной вас уже год как у нас двухнедельный карантин ну вот а у димы завтра день рождения и так как на работе я уже говорила что ничего это самое буду сегодня ну смысл он не едет на работу только завезет вкусняшки какие-то он не попросил спечь сегодня пахлаву буду печь пахлаву то не буду гулять а я этим займусь потому что субъекту не мешал пошла спокойненько скрутить и покажу вам как я делаю может вам пригодится может что-то же получается очень много ну как мы учитывая сколько она стоит там по штучные купить либо сделать почти полный противень ну как же что-то евро-гипотица так стоит ну да ну очень буду сегодня делать пахлаву я уже делаю не первый раз дело так простому и короче все покажу вот один сегодня пришел подарок давай распаковочку вкусный муравейник скажи я не разговариваю когда такой вкусностью потому что есть шанс что у меня это отберут да аленка меня удивила но не совсем и подарила мне новый телефон сказал что твой уже совсем г вау кости да и если вступать в новый год а костик такой смотрит и думаешь это ему ну да он смотрит рик радостно в принципе да там уже подрезать сбоку немножко не плюйся только сейчас будет зебра плеваться пожалуйста не плюйся у тебя будет ну вот по размерам как аленка вау ребенка нравится и я тебе разрешаю открыть пленочку спасибо а мне кажется он больше спасибо тебе сказал слышал ребенок ну давай открывай пленочку держи за делами за плёночка давай тени возьми пленочку в руки возьми держи пленочку держи за плёночку дай мне просто телефон он какой-то такой матовый у меня блестящий сзади вкусный муравейник пахнет последний ну вот так вот он выглядит да мне нравится что такой вот синенький но такой яркий цвет достаточно тяжеленький да мне кажется тяжелее чем они не включаются ну ты не зарядируешь а нет вот все пошло если ручки кривые то ты снимаешь цветок а не нас вас вас тоже вот такой снят это не тебе вот ну и мы в шагнули ребенок реально подумаешь ему давай мы шагнули а люте сказали мы шагнули шагнули и мы шагнули наконец-то даже теперь нужно беспроводные наушники но я там все на новую музыку не слушаю вот козь еще но выбирал он тень чинина выбирала выбирала тужские учила тужский ты мордочка грязная грязного ну вот отлично спасибо тебе большой что за телефон я буду пользоваться так что так тебе надо чехол заказать чтобы ты не разбил потому что камера еще так выпирает противника у тебя то же самое у меня камера не выпирает у меня плоско камера у Кости не тебе тебе есть есть у тебя а где он спрашивает а где ты сегодня сидел с маминой Мама, где я, где я я просит телефон, чтобы ты ему дал дай ему мой старый телефон пускай поиграется но он расстроился, он хочет телефон я тебя могу дать я раз только от тебя опечаток пальца не подходит Ну давай, хорошо, я разблокирую Ну давай, что ты Давай Все ты знаешь Видели, как быстро нашел Детский ютуб Костя, ты здесь накрошил крошки А теперь на диване, маме все это убирать Тебе не стыдно? Ладно, ему полчаса максимум В этом самом Думаю, даже меньше Будем мы сегодня кушать Я вчера наварила супчик вкусного на 2 дня Куриный, но я куриный такой варю с овощами То есть я добавляю там паприку, цветную капусту Ну морковка, картошка, а то картошки меньше Горошек зеленый добавляю И плавленый сырочек И очень вкусно получается Мне нравится, такой получается как овощной Больше, картошки меньше Ой, там брокколи как раз говорит Костика тоже нравится такой супчик Так что сейчас Дима закончит работать Покушаем супчик, они пойдут гулять на площадку А я буду печь Диме вкусности Ну так, мои мужчины ушли, короче, на детскую площадку И я начинаю готовить пахлаву Сначала, для начала, для начала Мне нужно приготовить будет сироп, которым я буду заливать это дело Для этого нам понадобится сахар, вода, лимон А также нам понадобится мед Я немного добавляю меда Но я мед добавляю в самом конце То есть я не варю сироп с медом Я добавляю, когда он уже чуть-чуть остынет Так, чтобы не нагревать мед Далее нам нужно будет Вообще для этого всего расскажу Нам нужно будет тесто фило Это тонкое тесто Вот такое вот у меня оно Ну, тесто готовое Я не умею его готовить Если кто-то за вас умеет Это, конечно, просто я всю шарляпу снимаю Топленое сливочное масло И орехи Здесь у меня смесь грецких и миндаля Я их для начала немножко обжарила на сухой сковородке Чтобы появился этот запах такой И потом частично перемолола в блендере Измельчила в блендере Мой сын мне успешно помогал Первый раз его очень заинтересовал в блендере И я ему позволила помочь мне Он очень вдохновился Перемолол мне все орехи А потом пытался еще с этой банки достать И еще их Я сказала, хоре, Костян, останавливайся В общем, так Для начала мы готовим сироп Смысл бахлавы в том, чтобы она была хрустящая Чтобы она была хрустящая Но при этом пропитана сиропом Есть два варианта Либо холодную пахлаву заливать Горячим-горячим кипящим сиропом Либо наоборот Мне проще наоборот Как-то мне приятнее заливать в горячий противень Такой остывший уже сироп Поэтому для начала я варю сироп И пока я потом кручу пахлаву Он у меня остывает до нужной температуры Пока выпекаем, до стыдной температуры Итак, начнем Для сиропа нам нужно два стакана сахара Сейчас ставим и насыплю Ай! Просыпала Ай! Одной рукой Все ради вас Вы знаете, как сложно одной рукой готовить? Да, у меня есть штатив Короче, но Два стакана сахара и полтора стакана воды И где-то одна треть лимона То есть лимонного сока Я добавляю больше Я добавляю почти половину Мне нравится, когда немножко чувствуется кислинка Я делаю так Я выжимаю примерно Ну ладно, чуть меньше, чем половинку лимона Сока И потом еще пару долек туда кидаю Чтобы вот запах цедры пошел И включаем это все на небольшой огонь Чтобы сахар расплавился И варим сироп, чтобы он стал такой густой Так, еще расскажу по поводу Сколько у меня орехов Вообще в рецепте написано 250, как и так написано Грамм орехов На полкилограмма фила, теста Честно скажу Не представляю Мне это очень мало У меня здесь про запас очень много орехов Я это все не использую Но я скажу так Что 500 грамм Ну, если вы хотите, чтобы это не было Так еле-еле растянуты орешки А чтобы это было, так сказать От щедрой души Тогда, ну, 500 грамм орешков надо Орешки можно, наверное, любые Как вам по вкусу И тоже сливочное масло По рецепту 200 грамм Мне сливочного масла всегда мало Потому что я использую его Все-таки я смазываю так пообеднее листы Поэтому я беру Где-то 300-350 грамм сливочного масла Растопить его на водяной бане Или в микроволновке у кого есть И, в принципе, все Так, сироп у нас сейчас сварится А мы будем лепить Нам еще понадобятся палочки для суши Есть специальные какие-то палочки На которые крутить это Все дела у меня нету Поэтому я буду крутиться на палочку для суши И нам понадобится либо нож, либо ножницы Вот так вот Сейчас все покажем Так, наш сироп закипел И я его оставляю на маленьком огне Чтобы он немножечко поварился и загустел Нам нужен такой сахарный сироп Ну, недолго Недолго Так, 3-4 минуты, наверное Потом немножко остынет И добавьте мед по вкусу Я добавляю побольше Я добавляю, наверное, ложки столовые 4 Также сюда можно добавить корицу по желанию То есть какие-то специи, если вам нравится Можете добавить И начнем Так, тесто фило для начала Это очень тонкое тесто И оно очень быстро сохнет Поэтому заранее его не распаковываем Размораживаем его в упаковке И только когда оно разморозилось Раскрываем, чтобы не потеряло влагу Также, так как они очень тонкие Оно будет прилипать вот к поверхности Поэтому я выкладываю его на чистое полотенчико Если вы готовите по одному Что-то вы готовите по одному листочку выбираете Видите, даже сейчас я его открываю Оно немножко прилипает здесь То тесто, которое вы не используете Взяли один-два листочек Другой можно накрыть слегка таким влажным полотенцем Тесто очень хрупкое Очень легко, так сказать Ломается, видите листы, да, трескаются Так Оп-оп-оп И раскрываем Давай, раскрывайся Очень не хочется порвать Ну, они, конечно, без влаги Вариантов, что тут оборвется Так, у меня тут случилась авария И у меня одна часть теста Как вы видите, она просто оторвалась Но я ее все равно буду использовать Знаете, что я сейчас делаю? Я просто ее вот так вот обратно сложу Накрою какой-нибудь пищевой пленкой Или чем-то таким, чтобы она не высохла И потом отдельно буду крутить Почему мне так произошло, я сказать вам не могу Ну, шифер, как говорится Итак, далее, что мы делаем Дальше нам нужно Мы смазываем сливочным маслом Нам не надо прям так жирненько В принципе, ну, вот так чуток Где-то что-то попрызгали Попрызгали И посыпаем орешками Тоже не перестарайтесь Потому что когда первый раз я делала Конечно, получилось очень вкусно Но я прям так перестаралась настолько Что мне тяжело было потом их скручивать И готовьтесь к тому, что у вас будет бардак на кухне Края тоже Ну, в принципе, мне кажется Когда какая-то такая готовка Всегда немножко бардак Так, дальше Кладем нашу палочку на край Так, подержу камеру Перекидываем Листик один Ну, один край листика И дальше Без сильного нажима Просто скручиваем Не надо, например, так делать Умеренно Любя Скрутили Да Дальше Вот так вот гармошечкой делаем И переносим На противень Вот такую гармошечку Смотрите, можно оставить так Но мне все-таки нравится Когда они уже идут порционно нарезанные Можно их скручивать Вот такие Такая гармошечка получается И подобным образом Мы делаем все остальное Лист смазали Посыпали орехом Скрутили Свернули гармошечкой Разрезали на порционные Ну вот, я перешла к своему покалеченному Кусочку Который у меня оторвался И хочу показать Если что Как, может быть, у вас какие-то такие же Воду, скажем Приятности или проблемы Как из этого можно выйти С положения Вот, скажем, здесь у меня Край видно порвался Конкретно порвался Что я делаю Ну, все делаю Как вы видите До этого Посыпаю Смазываю Этот край меньше Посыпаю И кладу Примерно там Где уже порвалось И просто эту часть Перекидываю Да, то есть Не накручиваю Чтобы там Не захватить другую чайную И смотрите Это тесто уже Немножко начинает подсыхать Поэтому, когда Я скручиваю У меня где-то бывает Подцепляется Как бы край Поэтому Внимательно Так пальчиком Поправляйте Иначе можно зацепить И накрутить Два листочка Вот И складываю Получается Такая у меня Одна Колбаска И туда Ну вот С одного С одной упаковки Теста У нас получилось Почти полный Простой Не хватает Такой одни линии В принципе Довольно много Получается Масло у меня Ушло Все Ну, скажем так У меня оставалось Детограммов 50 И я просто Сверху смазала И орехов у меня Осталось вот столько Учитывая, что у меня Было много Да, то есть Я довольно щедро Что-то делала Как с меньшим Количеством масла Сделать Я не представляю Ну, как бы Окей Так, сироп у меня Уже остыл Я сейчас добавлю Туда лимончика И у меня будет Все отлично А это мы отправляем В разогретую духовку На 180 градусов На 30-40 минут Смотрите Чтобы они были Золотистые Красивые И такие Коричневатые Золотистые Не черные Я очень люблю Я думаю, что Я так давно не пила Чай с лимоном Я решила Я решила пить Черный чай с лимончиком У меня очень вкусно А еще у меня Костян тоже Очень сильно любит чай Если он видит, что я пью чай Он просто у меня Выдирает этот чай Не дает мне пить И мне там хорошо Если достается Пару в рыбках Пару глотков Вот Так, дорогушечки 30 минут прошло У меня все Только что выбрало Прям горячее И сейчас мы Прям это горячее Заливаем Нашим сиропом Вот так вот Вкусно Вкусно Поливаем Ох, как все Шкварчит Как все пахнет Орешками поджарили Не бойтесь Полить побольше Потому что Нужно они постояли И впитались Вот Красиво Я хочу показать Что прошло уже Немного времени Сколько, наверное Ну, 30 И смотрите уже Видите, сколько уже Ну, меньше соусов Стало Ну, соусов Блин, этого Сиропа Но они такие же Хрустящие Вот, послушайте Да Этот я пальцем трогаю Я его буду есть Потому что он самый толстый Он не вписывается В региональный ряд Я одну уже подъела Я одну не подержала На самом деле Они сегодня будут стоять Всю ночь у меня До завтра Но есть их уже можно То есть, когда они Чуть-чуть подостыли Что-то впиталось Ну, еще тепленькие Тоже очень вкусно Или с шариком Ванильного мороженого Или просто так вкусно Ну, в общем Я когда первый раз Их сделала Мы с Димой Слопали Ну, это здесь Протвень, наверное За дня два Ну, так вот Короче Ну, в общем Они вкусные И мне нравится Что получается много И можно от души поесть Я зоны пока еще тепленькие Вообще шикарно Так что Надеюсь, вам было полезно Это видео Попробуйте сделать На самом деле Ничего сложного Немножко грязно Потому что эти орехи Повсюду Пока ты их там посыпаешь Ну Как бы Когда что-то с теста лепишь Тоже мука Повсюду Пока ты раскатаешь Там все Так что Пока замесишь Вот Мои пацаны Уже пришли И снова ушли Пришли домой А потом вспомнили Что Не завезли Моему другу Саше Парикмахеру Я у него брала блендер Потому что Мой пока У Кати живет Короче Мне нужно было блендер Чтобы орехи измельчить Они забыли Этот блендер ему отвезти И я еще супчик ему передала Который вчера наварила И повезли Сейчас ему Короче Это все дело Сейчас должны Скоро уже вернуться У меня такой Еще прикол Мелкий Короче У него прикол Ему нравится Звонить в дверь Так вот Если папа открывает Дверь Не позвонив Он капризничает Начинает Не-не-не-не-не Короче Нужно закрыть дверь Чтобы позвонили И Чтобы я открыла Обязательно Такой ритуал у него А тут Они позвонили в дверь А я как раз Суп ему наливала Подогревать Там такая большая кастрюля Тяжелая у меня в холодильнике Я пока крышка закрыла Пока положила в холодильник Потому что у меня все Так на весу На коленке Грубо говоря Она стояла Вот И они как бы уже зашли И Мелкий Где? Где? Ну типа Что я не встречаю Я выхожу такая Говорю Привет Он Не-не-не-не Короче Развернулся Опять Закрой дверь Что нужно ему заново Звонить в зверь Типа Что мама есть Дома? Есть Значит все Значит все Должно по порядку Позволь на дверь Мама дверь открыла Что за фигня Понимаешь Мамы нет дома Открываешь Заходишь Прошлось Короче все Заново Так что жду Их сейчас Идут мои Мужики Считают Ступеньки Смотрите Иду-иду А где Костя? А где Костя? А где Костя? А вот где? Мама Мама Спряталась Мама Да? Иди ко мне Ну иди Обними маму А ну конечно Да Подарочек Увидел Призыв Самый Машинку свою Разобрал Даже маму Не обнял Все маму Не надо обнимать Иди ко мне Дюму Жулик Все Дима Снимает Пробу Я уже сняла Еще тепленькая Еще тепленькая Да Ну-ка Покажи начиночку Много начиночки Я положила Постаралась Побольше Вкусно? Хорошо? Не перебольшил с лимончиком? Молочка Молочка? Или мороженое? Молочка Молочка Так у нас есть молочка Ну или лимоночка? Со следующей Ах Это не последняя? Там есть одна такая толстая Последняя Которую я накачала Она открутила Там много орехов И всего уже Я такая Потому что понимала Что уже надо все использовать Короче вот так вот У нас день прошел Костя Скажи всем пока-пока Ну поверни Скажи нормально Пошли бусечку Да Скажи бай-бай Бай А та-та Чао Чао Ну все сказал Все что Бук все сказал Короче чао Пока-пока Бай-бай всем Да мы тоже Любим всем пока Всех любим Всех целуем Пишите комментарии Мы будем отвечать Давно уже не общались У нас как-то видео Последнее время Редко выходит Раз в неделю Ну раз в неделю Но последнее время Чаще выходили Ну потому что В принципе Дома одно и то же Я не знаю Интересно ли вам Смотреть одно То что у нас Быть обычный Вот Оооо А молочка Ну это какая большая Толстая Это мне последняя была Я решила там Максимум орехи Все запихнуть Потому что она такая была Ну и стола Где авария произошла У меня где есть Авария? Дима еще не видел Он уже еще не монтировал Везет Вот Да с молочком Кстати вкусно Там же медик Орешки Почему бы нет Как раньше Как делать Молочко с вареньем Со сладким Да С батонем Сливовое варенье Сейчас не едят Это молоко С чем-то с таким Не недавно Мне хотелось Ну как недавно В прошлом году Мне хотелось Молочка Батона И туда Сливовое варенье Особенно зимой Это вкусно Так в прикусочку Давай Че ты Надо Прошло запить И так хорошо ложится Ну в общем вот так Так что А завтра Поедем Диме на работу Отвезем это Все твоим Сотрудникам Моим коллегам Да И на этом На этом все Все кушай Все всех люблю Всех целую Моим коллегам Моим коллегам